Приветствую всех на моем канале. В этом видео я хочу рассказать, что такое постоянное времени РЦ цепи. Есть простейшая схема, состоящая из источника питания с напряжением U, кнопки, резистора с сопротивлением R и конденсатора емкостью C. Сочетание конденсатора и резистора называется резистивной емкостной цепочкой или РЦ цепь. Если нажать кнопку, то конденсатор начнет заряжаться от источника питания через резистор R, а напряжение на конденсаторе начнет плавно изменяться по экспоненциальному закону. И в зависимости от параметров сопротивления R и емкости C, скорость заряда будет разная. Это самая скорость заряда и есть постоянное времени РЦ цепи. Измеряется она в секундах, обозначается буквой Тау и определяется по очень простой формуле. Где Тау это постоянное времени РЦ цепи в секундах, R сопротивление в Омах и C емкость в фарадах. Физически величина Тау отображает за сколько времени конденсатор емкостью C зарядится через резистор с сопротивлением R до напряжения равного 63% от источника напряжения U. При условии, что изначально напряжение на конденсаторе было равно нулю. Почему именно цифра 63% возможно спросите вы? Я вам отвечу. Напряжение на конденсаторе можно рассчитать по простой формуле. Где УС напряжение на конденсаторе, У напряжение источника питания, Е математическая константа. Если У принять за 100%, то напряжение на конденсаторе за время равное постоянное времени РЦ цепи зарядится до значения, которое можно посчитать по вот такой формуле. Что будет приблизительно равно 63,2%. Но зарядивший до 63%, конденсатор не перестает на этом заряжаться. Только как можно видеть из графика, чем сильнее заряжается конденсатор, тем медленнее идет процесс дальнейшего заряда. Сначала электроны стремительно поступают, но по мере заполнения пространства, новоприбывшим электронам требуется все больше времени на поиск свободного места. Процесс заряда становится все более медленным и медленным. Через время равное 2 Тау напряжение достигнет 86%, через 3 Тау 95%, через 4 Тау 98%. И через время равное 5 постоянных времени 5 Тау, конденсатор зарядится до уровня 99% напряжения У, что принято считать моментом полного заряда конденсатора. Но по факту он никогда не зарядится полностью до напряжения У. Напряжение на конденсаторе будет почти равным напряжению источника питания, но на сотые, тысячные или даже десятитысячные доли процента будет до него не доходить. Даже спустя очень продолжительное время. Но это же мелочи, которыми всегда пренебрегают. Кстати, тот же процесс действует не только для схемы заряда конденсатора, но и для схемы разряда конденсатора через резистор. В этой схеме конденсатор уже заряжен до напряжения У, которое представлено в виде 100%, и при замыкании кнопки начинает разряжаться через резистор Р. И в этом случае, за время равное постоянной времени РЦ-цепи ТАО, напряжение на нем упадет на 63%. И так далее, как и в предыдущем примере, только будет идти процесс разряда. График процесса разряда будет перевернут вверх ногами. Где же применяются подобные РЦ-цепи? Они применяются в аудиофильтрах для отсекания высоких частот, если РЦ-цепь выполнена в виде интегрирующей цепи. Здесь входной сигнал подается на резистор, а снимается с конденсатора. Эта схема представляет из себя делитель напряжения, в верхнем плече которого находится резистор R, сопротивление которого не зависит от частоты. А в нижнем плече находится конденсатор С, сопротивление которого зависит от частоты. И рассчитывается по следующей формуле. Где С это емкость в фарадах, F частота в герцах, ну а Пи это математическая константа, которая, я думаю, многим известна. Ну и исходя из формулы, чем выше частота, тем меньше сопротивление конденсатора. И тем, соответственно, больше получается коэффициент делителя напряжения. То есть низкие частоты проходят с минимальным уменьшением напряжения на выходе, а высокие частоты максимально подавляются. А если схему RC-цепи собрать по-другому, вот так, то у нас получится фильтр высоких частот. Здесь входной сигнал подается на конденсатор, а снимается с резистора. Такой фильтр будет ослаблять низкие и пропускать высокие частоты. И это уже будет называться дифференцирующая RC-цепь. RC-цепочки также часто применяются в таймерах и генераторах на основе очень распространенной микросхемы NE555. Вот схема простого таймера. Здесь при нажатии кнопки СБ подключается нагрузка. И через определенное время нагрузка отключается. Так вот время, через которое нагрузка будет отключена, задается здесь RC-цепочкой на элементах R2, C1. А вот уже схема генератора, которая вообще для данной микросхемы является классической. И здесь частота и скважность задается также параметрами элемента RC-цепи. Также RC-цепи применяются в качестве линий задержки цифровой логики. Например, для формирования дед таймов для полевых транзисторов или транзисторов IGBT. А также в снайберных схемах. И много в чем другом в широком спектре электронных проектов. И в любом из этих случаев основным, но не единственным параметром является постоянное времени RC-цепи. Надеюсь, вам было интересно это видео и вы не поленитесь поставить мне лайк. Ну а лучше всего еще и подписаться на мой канал. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. До новых встреч.